Что это? Это событие масштаба области. А область наша в составе государства, это первая часть металлургии. Можно было бы много говорить, но без металла не было бы ничего. Трубы от Челябинска из магнитогорской стали, рельсы корабли из магнитогорской стали. Ну так-то, все нормально? Я бы присвоил этим соревнованиям государственный уровень. Теперь где? Слава Господу Богу, что в магнитогорске есть несколько аэродромов. Слава еще большая Господу Богу, что на левобережной части, в случае чего, если случится оное, может на подготовленное место сесть любой самолет с любым курсом на вынужденную. Это огромная и лучшая площадка для малой авиации, на которую легко садится Ан-26 и Ил-18. Из тех, что были и летают. К слову о том, что как пилот на симуляторе, неограниченном в пространстве месте, в этот квадрат сядут все, на чем я летаю. А это все самолеты. К слову, спасибо в данном случае городу. Мало того, как Филиппович нам помог. Мы видим горизонт. В 1989 году горизонта то и не было. Я с авиацией с первых школьных годков, а это с 1980 года. Мало того, реальные занятия авиамоделизмом и зная лучших спецов и моих учителей, позволяют мне учиться постоянно. Честно, такие люди позарез нужны везде. В 1997 году меня оставляли в Америке, но любовь морковь вернула меня. Меня реально обломали, а так бы я бы из истребителя бы жил, а не существовал. Потому что полет это большее удовольствие для меня однозначно. И вот в чем вопрос. Преодолев топ, а это было в 2008, топ натуральный, а не придуманный, я вернулся к истокам. Вот сколько нас таких? Я говорю, из 33-й школы. Было двое, я и Костя Киршов. Его отправили в Москву, а я остался здесь. Сколько это в процентном соотношении? Сколько в процентном соотношении специалистов из Магнитогорска реально крутых мозгами? 20-25 на весь город. Проценты? Это не проценты, а единицы. Все, что мы можем, мы можем воспитать из тех же единиц, но в большем объеме. То есть мы воспитываем стремление к небу. Здесь 50 человек, а было бы 500, может больше. Благо Китай нам это позволяет. Но поверьте мне, все, что взлетнув, ломается. И потом, опять же, спасибо клеям, всяким клеится. Но возникает ситуация, когда ломаются крылья. Вот видите? Берем нервюры и делаем. Те же клеи потом обтягиваем. А это уже история самолетостроения. Хоть в большем количестве, но мы летаем на электро. Но есть и те, кто использует калильное топливо или дизель, а может и бензин. И это хряпается. А это уже двигатели. Круто? Да, мы можем воспитать не тех, кто кроме компа ничего не видит, а нормальных человеков, которые эти компы собирают. Которые делают самолеты, которые делают двигатели. Но дайте такую возможность. Дайте нам возможность творить. И не мешайте нам. Что было то здесь. Второе и третье место за Магнитогорском. Весь судейский состав из нашего города. К слову о том, что именно благодаря руководству клуба мы летаем. Но возникает вопрос о качестве. И о количестве он их. Не для самых навороченных объясняю. Командир воздушного судна. А это зарплата свыше 350 тысяч рублей. Айтишник, как и бухгалтер, как и манагер могут дойти. Но это единицы. Доехали? Ассы в небе получают не меньше. Ассы в небе. После полетов в космос. А это звание Героя России. Да и там пенсии малость и другие. Доехали? К слову, все, кто связан с авиацией, в любых плоскостях требуются везде. И только в России. Хотя, любя родину, я хочу вернуть и нам небо. Ровно два года. А есть специалисты. И вы в небе. И это не два месяца на дорогах. Но небо это жизнь для тех, кто ползает. Во всем мире, да и у нас, есть конструкторы малой авиации. Можно купить там и у нас. Но снизьте ценники на растаможку. А лучше отменить ее. И мы вернем России, а лучше СССР, статус мировой авиационной державы. И человек не будет переводить мили и фунты, километры и метры. Он будет делать это произвольно. Вот жизнь. Вот просторы для творчества. Отпустите нормы до полутора километров. И вот вам полеты планиров. Неужели сложно дать возможность разграничивать ответственность? И дать всем пространство использования регулирования потоков судов летать? Что в этом сложного? Это лучшая страна, в которой полос может быть практически бесконечное множество. Самолет летает, но доля планерности есть. Он не падает, он планирует. И не надо искать старую площадку. Два-три километра подготовленной и ровной почвой и садитесь. Мы можем это сделать и хотим. Мы умеем работать на благо. Ваше дело дать это человекам. А мы, воспитав детей, сделаем таких.